Я знаю, как вы. Я лично очень люблю смотреть телевизор. Вот все передачи смотрю. Юмористические, познавательные. Вот, а Дом-2 кто-нибудь смотрит или я один такой, а? Я не могу понять, что это за дом такой, в котором нет ни одной книжной полки. Одни только койки. Как в казарме. Недавно туда журналисты приезжали интервью брать у этих домочадцев. У одной девушки спрашивают, скажите, пожалуйста, а вы читали «Дворянское гнездо»? Она говорит, ой, знаете, я про птиц не люблю. Другую попросили рассказать что-нибудь про Николая Первого. Так она, она так обиделась, что вы меня путаете, ей-богу, прям ненормальные какие-то. Чего вы меня путаете? Николай у меня был не первый, а пятый. Первый у меня был Владик. У третий спрашивают, говорит, а нравится ли вам Бернард-шоу? Она говорит, ну ничего, но Петросян-шоу прикольнее. Цирковые передачи обожаю смотреть. Недавно выступала собачка-математик. Дрессировщик спрашивает, сколько будет дважды два? Собака лает четыре раза. А сколько будет три минус один? Собака лает три раза. Тут один зритель говорит, а можно я спрошу? Говорит, пожалуйста, сколько будет девять умножить на девять? Собака посмотрела на него и говорит, что я дура, что ли, столько гавкать? Гавкайте сами. Фильмы люблю смотреть. Вот моя любимая комедия, это «Кавказская пленница». Сейчас, правда, невесту же не воруют. Хотя, знаете, недавно у моих соседей на свадьбе украли маму невесты. И выкуп просили 10 тысяч долларов. Но жених молодец, настоящий джигит, достал 20 тысяч долларов, дал похитителям, только бы не возвращали. Вот, смотрите «Люблю» программу, наверняка вы тоже смотрите «Модный приговор». Там одна полненькая тётка такая приходит, полненькая такая женщина, приходит на эту передачу, и ведущий ей говорит, для того, чтобы вы были обворожительной и стройной и неповторимой, вам просто необходимы бермуды. Я подумал, он ей предлагает на Бермудские острова съездить. Оказывается, бермуды – это такие штаны. А у меня соседка тоже, дай бог, каждому, такая полненькая, купила эти бермуды, и только она их на себя натянула, они вжик и лопнули. И как раз в районе Бермудского треугольника. Ну, сейчас же по телевизору всё время, всё время нам советуют, как похудеть. Какая диета лучше? Недавно такую диету, такую диету передавали просто. Хорошо, что моя жена не слышала. У тебя какая-то сумасшедшая диета. Утром секс, днём секс-секс, ночью секс-секс-секс-секс-секс-секс-секс-секс-секс, если не поможет отказаться от мучного. Всё хорошо в телевизоре, но вот реклама иногда раздражает. Наш массажёр производит коррекцию фигуры, спасает от целлулита и устраняет на теле все неровности. Один мужик решил попробовать. Купил этот массажёр и устранил на теле все неровности. Что, ха-ха? Был дядя, а стал тётя. Ну а вообще-то телевизор наш друг. А другу можно простить многое. Даже Дом-2. Правда, некоторые передачи я бы, наверное, переименовал бы. Ну, например, если передача Тимура Кизякова называется «Когда все дома», то некоторые наши ток-шоу я бы назвал «Когда не все дома». И только нашу программу «Смеяться разрешается» переименовать не надо. Здесь всё на месте. Как говорится, пока «Смеяться разрешается», значит, всё у нас с вами в порядке. До встречи у телевизора! Спасибо.